Да Че жаробасы? Давайте на вел! Давайте на велик! Проедитесь на велике, а не только на гелике! Не потерять бы в серебре. Заткнись, заткнись. Ну что, пройдемся вдоль моря океана, ребята. Последуем зону навигратора. Я понял, малышка, поворачивай направо, все как ты скажешь, видишь какой послушный. А говорят характер строптивый, уйти, Валерка. Не потерять бы в серебре ее одно. О! Ребята, вот он город, мы подъезжаем вплотную уже. Проклятие, здесь выбоины, видите такие? И приходится их объезжать. И занимаешь тогда в этот момент полдороги, половину дороги. Это что такое? Так, надо определиться, где мы сегодня на ночь останемся. Поехали с кемпсайт. Куда ты скачешь, мальчик? Кой черт тебя несет? И мелин твой хромает, и ты уже не тот. Да что за беда, да что за беда, да что за беда ей богу? Поеду понемногу, а вось и повезет. Вот сюда нам, ребята. Ну что ж, смотрится красиво. Дисептия, в гости. Дисептия. 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 Ну что ж, ребята, походу мы на месте У тебя есть фриспат, я надеюсь? У тебя есть фриспат, да Греть, а что цена? $195 $195, окей Я думаю, что я не имею ввиду, я должен остаться Становись Иди, все хорошо Не подведи папочку Можно я возьму, может быть, два ночи И если я остаюсь больше, я просто буду платить больше Хорошо? Хорошо, работает Окей Спасибо Номер 6, окей Ауч, ауч Я сказал, что номер 6, не счастливый, русские верят в это Она такая, дайте меня, я говорю, да ладно, ладно, говорю, все нормально Но если что-то случится, ты поняла И она так засмеялась Это шестое Отлично Отлично Гляньте, ребята, отлично, навесик, все как надо Электричество есть Вот, ребята Это очень хорошо И там дальше экраны вижу То есть можно будет пользоваться водой Ну супер, живем, живем Отлично Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну че, неплохо, интересно здесь. Спасибо. Ты вовремя, сэр. Дай мне пару минут. Нет, брат. Извините. Да, сэр. Где цены? Цены? Да, сэр. Где цены? Да, сэр. Цены цены? Цены цены, которые они едят. А, я понял. Спасибо. Вовремя. Итак, чекен с Гордон Бузем. И что надо пить? Да, что надо пить? Да, что надо пить? У тебя корона? Корона? Корона пить? Есть? Просто пить корона. Это пить? Да, это пить. Сворачиваемся и послезавтра тогда уезжаем в Винхук на автобусе. В столицу. Потом из Винхука опять же на автобусе на север. Там идет такая длинная полоса над Ботсваной, Намибии. И там слоны, там зелень, там прикольно. 500 километров такого интересного пути. Змеи, черные мамбы, кобры, гиены. Ну и прочая живность. Думаю, будет интересно. Двигаться туда на велосипеде сквозь заборы я больше не хочу. Все, нет, ребята, нет, увольте. Как-то так. Ребята, я думаю, нас ожидает холодная ночь. У нас совсем тоненькое одеяльце, спальный мешочек. И, соответственно, есть термушка, кофточка есть. Одену кофту, одену термуху на накиду тоже. Штаны и штанишки свои мягкие. И надеюсь, что будет хорошо. Носочки просто прополаскивают в горячей воде. Они так не грязные, просто пропотнявленные. Сейчас мы пропьем так вот носочки, выжмем их. Ладно, пусть сушится. Доброе утро. Ну что ж, как там за окном? Мрачненько. На фоне пустынной жиры это просто чудесно. Девчонки договариваются, чтобы отправить меня можно было сразу на рунду. Там, где слоны, зелень и водопады Виктория, до них эти 500 километров. Это север, север страны. Моей новой целью стал город Рунду в 900 километрах на севере. Сам Рунду не интересен. Но это ворота, скажем так, перешеек, зажатый между Бацваной и Анголой. Он тянется несколько сотен километров, доходя практически до водопада Виктория, являвшегося конечной целью путешествия. Мне говорили там зелень, слоны, буйволы, жирафы. И никаких больше заборов. Свобода в чистом виде. И вот сейчас девчонки договаривались о попутке до Рунду. Прокатимся по городу. Посмотрим, что он из себя представляет. Играет музыка. Ну да, симпатичный городишко. Не скажу, что такое прямо эдакое, знаете. Мне говорили, вот тебе понравится. Вот классный город. Архитектура немецкая. Ну, наверное, на фоне остальной Африки это, конечно, что-то. Но так, в принципе, знаете. Городок и городок. Не могу сказать, что ощущаю какой-то дикий восторг, знаете, такой, что просто вау. Играет музыка. вот милое здание ну тоже не сказать чтобы что такое этакое знаете с ума сводящие а вон казино ненавижу казино просто ненавижу это так понимаю автостанция мы не по той по всей дороге идем блин забываю тут же другое движение своем пункт хотел наверняка дорогущий конечно центральный так понимаю есть у меня друзья которые только таких и останавливаются и они сейчас меня смотрят упырей и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Спасибо Сосиски Сосиски Попробуем каламаров Вкусно, господа, мне нравится Добавил DimaTorzok 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 Смотрите, это может быть опасно. Да, потому что уже видите, он изменил цвет, нет? Надо быть осторожным. Они вкусные, да? Так, ребята, а это уже наш улов. Это уже наш улов. Сегодня мы его сварим. Это, ребята, настоящий омар или логуст, не знаю. Прикольно. Если видишь белого, значит обязательно надо его раздеть. По-другому никак. Вон, идёт, идёт уже один. И снизу лёд, и сверху, маясь между. Пробить ли вверх или пробуравить вниз. Конечно, всплыть и не терять надежду, а там за дело в ожидании виз. Лёд надо мной, раскались и тресни, я весь поту, как пахарят цехи. Приду к тебе, как корабли из песни, всё помни, даже старые стихи. Вот кто жил жизнь, так это Высоцкий, конечно, путешествовал, был любимым женщинами, женился на красавице и актрисе, катался на Мерседесе, был обожаем своей страной и народом и всё равно находил повод быть несчастным. Не признавали, не публиковали. Какая к чёрту разница, публикуете официально или нет, когда из каждого второго окна твои песни доносятся. Такие странные существа люди, знаете. Такие, такие. Всё им мало. Жирок надо обязательно собрать. Жирок – это очень важно. Самое важное – это хвостик. Хвостик, конечно, обламываем по бокам его, вот так вот. По бокам хвостик обламываем. И вытаскиваем. Тут самое вкусное, самое дорогое, самое классное мясо. Да. Но! Если поднять вот верхнюю часть, вот мяско так снять, то здесь будет то, что называется, прямая кишка. Членистоногого. Её надо вытащить. Её есть не надо. Она мне понравится. Поверьте мне, сэр, поверьте мне, мэм. Вот она. Вот. Я его немножко не доварю. Он твердоват. Ну, ребята, он готовился без укропа, без ничего. В принципе, сладковатое мясо, вкусное, но речной вкуснее. Белок и протеин. То есть, это, в принципе, есть протеин. Скажу вам так, речной вкуснее. Ну, что, ребята, спать. С утра надо очень рано встать в 5 утра и выдвигаться. Добраться до точки в городе. Ну, за городом практически и ждать там, пока подъедет автомобиль, заберёт меня. Северная Мибель, ребята. Слоны, зелень и чёрные мамбы. Субтитры сделал DimaTorzok Утро обвлокло серостью. Она заполнила душу, заползла в сердце. Я понял, что мечтаю о том, чтобы за мной не заехали. Тогда будет повод поддаться слабости и просто вернуться домой. Мир казался чужим. Чужим и чуждым. И я снова ощутил этот страх ребёнка, отправляемого в ненавистный садик, где будет пахнуть средством для чистки кафеля и мокрой половой тряпкой. Да что с тобой? Соберись. Ты хочешь путешествия. И точка. Но себя не обманешь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ребята, грузим велосипед. Мы в пути. Двигаемся на рунду. Меня таки забрали. Солнцу понадобилось минут пять, чтобы выпалить важную серость из души. Она растаяла, растворилась в его лучах и настроение поднялось. Чёрт подери, парень, ты едешь к слонам и жирафам. Ты в Африке. Неужели это не здорово? И я подумал. Нет. Ощутил, что да. Здорово. И что рад тому, что меня забрали. Рад надёжному классному велику в прицепе. Рад своей горелке и коврику. Рад предстоящим приключениям. Жизни и свету. Недавняя хандра показалась мороком. Дурацким сном. Водитель гнал, как угорелый. И север Намибии приближался с каждой секундой. Там тростниковые хижины. Там львица и огромный, низвергающий тонны и тонны воды, сводящий с ума своей красотой водопад Виктории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова